Всем здрасте! Канал Семейная Экоферма, меня зовут Владимир. Немножко расскажу вам о последних новостях, которые произошли у нас. Немножко расскажу о рационе, чем кормлю своих кур, индюков, сколько яиц они сейчас несут. Все об этом вкратце так немножечко вам поведаю, так сказать. Спустил я вниз, как вы видите, этого галашейного петуха, хочу я уже собирать яйца на инкубацию. У нас с моим и вашим очень хорошим знакомым намечается там закладка общая. В общем, будем вместе это все дело, так скажем, реализовывать, а вы это все сможете увидеть. Это все чуть-чуть, чуть-чуть попозже. Так, здесь у нас вечерняя кормежка сейчас происходит и вот мой карцер без изменений в этом, ни одного яйца нету. У этих дамочек то же самое и уже я от них, естественно, ничего не жду хорошего. Это уже у нас супчики, супчики-бульончики. И здесь то же самое. Не знаю, с чем это связано, но я, естественно, их всех вместе убирать не буду. Я стараюсь перед продажей не замораживать тушки, а прям, так скажем, с пылу-жару их продаю свеженькими. Ну, как я люблю покупать, так и продаю, в принципе. Поэтому куры красивые, упитанные. Мы будем их продавать уже, скорее всего, всех на мясо. Потому что достаточное количество времени они уже у нас сидят на испытательном сроке. Чего хорошего с этого не получилось. А здесь я еще посадил трех галашеев. Выбрал тех, которых у меня оставались. Я всех продал галашеев, которые у меня были. Но три вот остались. Одна вот совсем маленькая такая, она чуть-чуть. Но она у меня неслась точно, потому что они жили с утками на улице, и она не слояется. Перестала нести. Вот эту я даже не видел, которая вот стоит. Чтобы она не слояется, на гнезде ни разу не видел. Но взял ее в руки, и все, в принципе, и стало на свои места. Все понятно сразу. Она толстенная дама у нас. Поэтому вот такой вот у них скудный рацион. Пророщенный пшениц я им насыпал сегодня немножечко совсем. И овес. Овес у них будет постоянно в кормушке. Вот третий еще. Они очень толстые, они прям круглые. Ну, с тем кормлением у меня ничего, так скажем, удивительного нету. То, что они зажирели немножко. Галашейка вообще склонна к ожирению. У меня в хозяйстве это сплошь и рядом. Особенно, что касается галашейки, та, которая вот именно мясо-яичко. Не домашние. Домашние куры, они не так склонны к ожирению. Таких проблем у них практически нет. А вот галашейка, да. Поэтому посмотрим. В прошлом году у меня получилось так сделать. На диете их я немножко подержал. Они занеслись. У меня было тоже несколько кур. В этом году посмотрим, получится, не получится. Если не получится, там, в течение какого-то периода времени, то, естественно, мы тоже будем принимать кардинальные, так скажем, меры. Хотя не хотелось бы. Галашейки несут красивое, крупное яйцо. Ну, посмотрим, в общем. Посмотрим самому интересно. Я думаю, что все получится. Сейчас еще вам кое-что покажу. Отключу вспышку. Вот здесь у нас вот такие вот дамы. Оно не надо сюда. Ой, это мне знакомые. Знакомый мой подарил. И я вот специально не убирал. Снесли они мне уже два яйца. Я их сегодня утром привез. А это я даже яйцо не видел. Я вот одно только видел. Вот вижу, два яйца уже снесли. Это не знаю. И никто не знает, кто это на самом деле. Хайнлайн, Хайсекс Браун, Ламан Браун. В общем, не важно. Это кросс. Все. Хотят меня, с меня сделать продавца. Так скажем, перекупа. Или как они называются. Я вот не знаю. Все знают, что я ушел с работы. И это, конечно, очень приятно, что все заботятся и стараются, чтобы я не сидел без дела. Ну, посмотрим. Я очень аккуратно отношусь к кроссам. У меня есть видео, где у меня уже были вот такие, типа таких несушек. Но у меня не получилось. Я их подержу отдельно. Покормлю своей дробленкой. Опять же, вы знаете, какой рацион у моих кур. Это овощи. Причем всегда в наличии у них. Это дробленка. Это кукуруза, пшеница, ячмень, макуха обязательно. Это с добавлением овса, проса и гороха. В общем, там практически все ингредиенты, которые могут быть, в этой дробленке есть. Это пророщенная пшеница. Естественно, каждый день в небольших количествах. Раньше я проращивал все зерно, но сейчас стал проращивать только пшеницу. Почему? Потому что пшеница больше всего. И, в принципе, рациональнее проращивать пшеницу. Так что посмотрим, как они будут себя чувствовать. Они у него тоже на дробленке. Как он говорил, только с добавлением 3 кальций и фосфата. Ну, я собираю. У меня есть ракушка. Есть где взять ракушку. У нас вот лиман, пляж. В общем, есть. Я время от времени хожу и собираю эту ракушку. В общем, так что кальций и фосфат я не использую. И в этом году, вот, это уже получается месяца, да больше уже месяцев 5-полгода, я абсолютно не использую никакой мясо костной муки, рыбокостной муки. У меня в рационе, точнее у них в рационе, у моих кур, бывает пельмени, бывает фарш. Это все возвраты. Бывает творог, вертутки вот эти все. Там идет и творожок, и все. И с мясом они, с курицей, с телятиной. В общем, белок животного происхождения присутствует. Никакой мясо костной, рыбокостной муки не хочу использовать. Почему? Потому что, как мне кажется, некоторые куры в прошлом сезоне, у меня несколько кур, 3-4, просто из-за мясо костной. Я тогда переборщил с рыбной мукой и мясо костной, и они приболели немножечко. У них проблемы были с пищеварением, и их пришлось убрать. Поэтому, как мне кажется, если у вас есть надежный проверенный поставщик рыбной муки, то, конечно, используйте. У меня такого нету. У меня был один проверенный, надежный, но что-то мне в последнее время она не нравилась ни на запах, очень был такой нехороший запах. В общем, я исключил вот этот ингредиент из рациона птицы. А там дальше посмотрим, как они будут себя вести. Самому интересно. Если что, то есть возможность заняться реализацией вот такой вот молотки, такой вот птицы, и не только такой. Ну, посмотрим, я же говорю, как они себя проявят. И сейчас покажу вам, какое количество яиц сегодня. Только включая вспышку, сразу эта пыль начинает летать перед камерой. Здесь остается... Здесь два, три, четыре, здесь семь. Одиннадцать яиц. Одиннадцать яиц. Сколько кур взрослых, я вам не скажу. Но одно я вам скажу, что очень интенсивно начинает... Начала заноситься именно молотка. Молодые куры начали нестись. Я им увеличил световой день немножечко. Ну, я склоняюсь к тому, что курица должна нестись круглый год. Да, естественно, бывают перерывы. Ну, этот перерыв связан только с ленькой, только с тем, что курица насиживает... что курица садится на яйца, насиживает. Ну, а все остальное время, да, через день, раз в три дня, каждый день, некоторые куры должны нести яйца. Это не индюки, это не утки, это курица. Курица должна нестись круглый год все... все время. Поэтому создаем ей, стараемся создать все условия для того, чтобы она не слазь. Это очень хорошо, когда у вас есть куры, которые молотки, есть куры, которые прошлогодние, есть куры, которым уже два года. Те, которые два года несут крупнющие яйца, да, может, они несутся реже, но я бы даже не сказал, что они реже несутся. Иногда такая курица двухлетняя несется еще чаще, чем молодая курица. Те, которые два года, допустим, они пошли в леньку, несутся молодые, те перестали нести сутек, закончилась ленька, и вот так вот, с такой вот периодичностью у вас всегда будет яйцо в любом случае. Такой вот петушок еще подрастает. Ну, собираю яйцо, я же говорю, сегодня вот 11, вчера было 16, завтра тоже должно быть больше 15. Ну, как для зимы, очень даже неплохо, очень хорошо. Вот так они разгребляют кабачок. Кабак у них все время есть. и в кормушках, и так на гвоздь. Петято наши растут не по дням и по часам. Уже для них эта клетка кажется маленькой. Ну, это что касается последних новостей. У кого были подобные куры, кроссов, хайлайн, ламан, браун, пишите, пожалуйста, свои отзывы, чем вы кормили, как они у вас снеслись, и вообще, как вы относитесь к подобным кроссам. Потому что есть и доминанты, есть и хайсекс, есть и ламан ламан браун, в общем, очень много всяких кроссов. Мне даже самому стало интересно. Пока сейчас они адаптируются. Вот эти два яйца они снесли, может, завтра, скорее всего, снесутся, ну, а потом у них будет период адаптации. Ну, все, в принципе, все, что хотел рассказать. В следующем видео будет немножечко про кроликов и немножечко еще про уток засниму, потому что сегодня я вот уже поздно пришел, утки у меня там практически на улице. В общем, в следующем видео немножечко уток покажу, кто там остался, сколько, чего, и расскажу там одну очень интересную историю, которая приключилась с моими утками. Ну, все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и до новых встреч на просторах ютуба.